Деня! 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 Ты куда пропал-то? Я в кадр одна не пойду, даже не проси. Чё тут нажимать-то надо у тебя? Да здесь я здесь, здесь я, Зинаида Петровна. Никуда я не делся, простыл просто, так что вы уж, дорогие зрители, простите меня, что выпал на две недели, но вот так вот, как говорится, когда работаешь голосом, для тебя простуда, считай отпуск. Но отпуском это не было, сразу вам скажу. Кстати, подписчики моего канала на Ютуб наверняка уже знают, что там появилась такая вкладка сообщества, в которой я, собственно, и сообщил вам о том, что некоторое время я не выпускаю подкаст, потому что простыл. Так что пользуйтесь, там можно размещать теперь и тексты, и картинки, и видео, и общаться напрямую. Такая, знаете, своеобразная стена, только на Ютубе. Дуров вернул стену день! Нет, Зинаида Петровна, просто у Ютуба теперь своя. Ладно, переходим к самому главному, к сериалам. Это программа «Сериальный трындец», поехали! На днях Netflix порадовал фанатов сериала «Очень странные дела» тем, что продлил его на третий сезон. Как говорится, было два, дайте три. Ну вообще день, это, надо сказать, предсказуемо, даже для меня. А я дам простая. Смотрю себе сериал, не смотрю. Я согласен с тем, что все это достаточно ожидаемо, ведь в данный момент это один из самых популярных сериалов от Netflix. Для примера, первую серию второго сезона посмотрели почти 16 миллионов человек, а на церемонии вручения Эмми в этом году «Странные дела» принесли своим создателям победу сразу в пяти номинациях. Так что решение о продлении сериала было вполне очевидным, это был только вопрос времени. Пока никаких подробностей о третьем сезоне нет, что, впрочем, тоже неудивительно, потому что второй только-только откатали. Однако уже известно, что временной промежуток между событиями в сериале во втором и третьих сезонах будет достаточно-таки приличным. Объясняется это все достаточно просто. Актеры-подростки очень быстро растут. Детки подросли. Так что нам остается только ждать продолжения, которое состоится, я думаю, не раньше, чем через год. Телеканал CBS сообщил о продлении сразу двух своих телевизионных шоу. Первое – это криминальная драма «Спецназ», а второе – ситком «Кевин подождет». Подождем-то? Пусть весь мир подождет. Но давайте по порядку. Сериал «Спецназ», основанный на одноименном шоу 1975 года, стартовал на CBS совсем недавно – 2 ноября. Рейтинги нового спецназа не подвели, и руководство CBS решило продлить этот сериал еще на несколько эпизодов. Доведя таким образом количество серий первого сезона до 22. Еще одно шоу, как я уже и сказал, которое получило дополнительные эпизоды от CBS – это «Кевин подождет». Для тех, кто об этом сериале ничего не знает и даже не видел его ни разу – короткая справка. Событие этого шоу разворачивается на Лонг-Айленде, где полицейский по имени Кевин, уйдя в отставку после 20 лет службы, надеется на спокойную пенсию в компании жены и троих детей. Однако оказывается, что дома ему ничуть не спокойнее, чем на службе. Второй сезон сериала стартовал в сентябре этого года и должен был состоять из 22 эпизодов. Однако руководству канала этого оказалось мало, поэтому решили добавить еще два, тем самым упаковав в полноценные 24 серии. Руководство сервиса Netflix официально сообщило, что сериал «Карточный домик» не лишится своего шестого сезона. А я уж боялась, что все, день, тю-тю. Ну да, слухи ходили разные, и все это было связано со скандалом с Кевином Спейси. Правда, Кевина Спейси сериал все-таки лишился. Раз и навсегда. Последний сезон будет сниматься уже без участия этого актера. Главной звездой шоу, и тут даже к вашей гадалке Софье, не ходи, Зинаида Петровна, станет, конечно же, Робин Райт. А больше ты денег некому, собственно говоря. Хотя без Спейси хоть спейся. Работа над шоу возобновится в следующем году. К съемкам приступят уже в середине января. Финальный сезон «Карточного домика» будет состоять из восьми эпизодов. И это пока все подробности, которые у нас есть. Если появится что-то новенькое, обязательно сообщим. И еще об одной новинке от Netflix, которая успела наделать немало шума в интернет-пространстве за прошедшие пять дней. Речь идет о сериале «Дарк» или, переводя с английского, «Тьма», который стартовал 1 декабря этого года. Сериал этот немецкий и был снят специально по заказу для Netflix, и у него определенная европейская мрачная стилистика. При этом все почему-то массово решили сравнивать его с очень странными делами, о которых я сегодня уже упоминал. Но на самом деле там все совсем неоднозначно. В сериале рассказывается и показывается история четырех самых обычных семей из провинциального немецкого городка. Спокойная жизнь всего города рушится, когда мистическим образом бесследно пропадают двое детей. Ну так вот, день, замут-то тот же, дети пропали. Но тут все не так просто, Зинаида Петровна. Я вот, например, могу провести аналогию с Донни Дарко. Но это будет только мое субъективное мнение. Поэтому прежде чем меряться сюжетами, думаю, стоит посмотреть оба сериала и потом уже решить для себя, кто у кого что украл, что позаимствовал. А лучше вообще об этом не думать, просто сидеть и наслаждаться новым интересным сериалом. И о кино. 19 апреля 2018 года в кинопрокат выйдет блокбастер «Рэмпэйдж». Рэмпэйдж. Причем, знаете, даже на кинопоиске он обозначен именно как «Рэмпэйдж», то есть по-английски. Полагаю, это связано с тем, что название «Ярость» уже заимствовано у трех-четырех картин, которые там же на кинопоиске отмечены. Чем же так интересен «Рэмпэйдж»? Это, скажем так, новое прочтение истории о Кинг-Конге. Только здесь самец-горилла был сначала обычного размера, ну как в зоопарке, а потом взаимодействовал с радиоактивными элементами, мутировал и стал расти как на дрожжах. Ко всему прочему, у него появляется еще и 13-метровый друг-волк. А еще здесь помимо Дуэйна Скалы Джонсона в главной роли играет Джеффри Дин Морган, тот самый Ниган из «Ходячих мертвецов». Роли негодяев ему удаются на славу, конечно же. Это даже по трейлеру заметно, ну вот только посмотрите на него. В общем, не пожалейте двух минут своего времени, посмотрите трейлер, ну а в апреле будем смотреть его уже в кино. Друзья, спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца, поставил лайк, нашел 25-й кадр. Да-да, у нас есть тут такие заманухи. Если вы их находите, то, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы там нашли. Ну а еще, конечно же, подписался на канал, рассказал своим друзьям о том, что есть такая замечательная программа, как «Сериальный трындец». Нажал на колокольчик. На пенек сел. И, может быть, даже задонатил. Что, кстати, было особенно приятно. Вот так вот лежишь, болеешь, программа не выходит, а тебе бац, копеечка, понимаете, на оскорбинку пришла. И вроде как человек таким образом сказал «Выздоравливай, Денис». Напоминаю, что на нашем канале теперь появилась вкладка «Сообщество», где я могу пустить текстовые сообщения, может быть, даже картинки какие-то, видео, и общаться с вами там с помощью комментариев. Это такая своеобразная стена. Но я уже об этом сказал сегодня в самом начале. Так что давайте общаться, например, еще и там. Как всегда, мы рады вашим комментариям, вопросам и пожеланиям под этим видео. Пишите, сообщайте нам все, что вы думаете. Если у вас есть какие-то срочные новости на сериальную тематику, тоже пишите об этом обязательно в комментариях. Ну все, друзья, не болейте. Если болеете, скорее выздоравливайте. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели. Счастливо, друзья, пока. С вами был Денис Колесников. Озвучено по версии Ку-Ку-Ку-Раш-Бомбей. Слухи ходили разные, и все это было связано со скадал... Соск... Да что ты будешь делать? Ну да, слухи ходили разные, и все это из-за скандала со Скевином... Со Скевином, да. Соск... 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 Соск...